Добрый день, уважаемые зрители Паяльник ТВ! Сегодня мы посмотрим на мини-компьютеры Bingle Bone Blue и Bingle Bone Black Wireless, предоставленные компанией Fievel, авторизованным торговым представителем компании Farnell. Пришли компьютеры в аккуратных коробочках, просто радость для перфекционистов. В первой коробочке лежит Bingle Bone Black, давайте посмотрим, какими характеристиками он обладает. Процессор Octava System OSD3358, 1 ГГц актовая частота, ядро ARM Cactus A8, оперативная память 512 МБ, встроенная память EMC 4 ГБ, графический ускоритель и ускоритель для вычислений чисел с плавающей точкой, мини-HDMI разъем, USB разъем, собственный Wi-Fi модуль, куча интерфейсов, получается 65 портов ввода-вывода, проще перевести распиновку всех этих контактов, чем рассказывать о них. Ну и слот для SD-карты. Теперь вторая коробочка, в которой лежит Bingle Bone Blue. Здесь стоит точно такой же процессор, столько же оперативной памяти и дискового пространства. Такой же Wi-Fi модуль, но нет аж Диамая. Еще тут стоит зарядка для литий-полимерных батарей, драйвер для различных двигателей, 8 6-вольтовых серводвигателей, 4 двигателя постоянного тока, 4 входа для энкодеров. Тут же стоит 9-осный датчик положения и барометр, 11 программируемых светодиодов и 2 кнопки. Входы под GPS, DSM-2 радио, UART, SPI, E2C, входы АЦП с максимальным напряжением 1,8 вольта. И в отличии от прошлого компьютера, все интерфейсы тут разведены на отдельные разъемчики. Но давайте возьмем для начала версию Black и microUSB кабель. Подключаем к компьютеру. Теперь необходимо установить драйвера. Компьютер определяется в системе как сетевое устройство и открывается специальная область памяти, в которой хранится гайд, с чего начать. Открываем страницу StartHTML. И тут написано много всего интересного. Например, что вы можете управлять компьютером при помощи Яоскриптов. Сразу видно, что совершенно иной подход к реализации и поддержке компьютера, если сравнивать с Orange Pi. Множество гайдов, дружественный интерфейс, множество вариантов работы. Вы можете использовать возможности этого компьютера поверхностной и просто с помощью скриптов по типу программирования на Ардуино. Либо залезть через сеть или UART в Linux и творить непотребство прямо там. И знаете, мне это все очень напоминает подход Омега-2. Только с огромной кучей портов ввода-вывода и интерфейсов, и большим объемом оперативки, и дискового пространства, и более быстрым процессором. Ток потребления у этой вычислительной машинки около 300 мА. Процессор без радиатора совсем не нагревается, еле теплый. Я бы мог показать вам подключение второго компьютера по USB, но там абсолютно такой же механизм, так как такой же процессор. И смысла в этом я не вижу. А вот что действительно важно, это показать вам возможности этих компьютеров с помощью реальных проектов. Я пробежался по списку проектов с использованием этих компьютеров, и сейчас о них вам расскажу. И на этот раз начнем с синего. Как я думаю вы уже догадались, синяя версия разработана была с уклоном в робототехнику. Тут есть множество проектов роботов, например, обучающий проект E-DU-MIP, в котором вы можете поработать с программированием робота. Либо очень известный в кругах любителей квадрокоптеров ArduPilot, в котором компьютер используется в качестве мозгов квадрокоптера. Наличие на борту у синей версии множества контроллеров двигателей и датчик положения совместно с зарядником для батареи, дают уникальную возможность минимизировать части вашего робота. Если вы раньше помимо платки с компьютером, на котором установлен софт, прикрепляли кучу дополнительных платок для питания, управлением двигателем, датчиком положения, то тут вы поставите небольшую платку и в нее подключите все проводки. Короче, очень интересный вариант. Только надо закупиться разъемами под эти гнезда. Их название вы сейчас видите на экране. Теперь черная версия. На самом деле и на этой версии компьютера запускают коптеры и делают роботов, но с дополнительными модулями. Меня очень впечатлил проект Kiwi SDR. В ней black платка подцепляется к SDR приемнику. Точнее она вместе с платкой становится SDR приемником с веб-интерфейсом. Это очень крутой проект, который мне было бы очень интересно пощупать своими руками и послушать как это все работает. Не обошлось и без любителей поиграть. На базе платки Black разработана портативная игровая консоль. Как можно видеть, на ней запускается Doom, значит компьютер стоящий. Еще из крутых проектов, которые мне запомнились, стоит отметить логический анализатор, построенный на базе все той же платки Black. Настолько запомнилось, что я даже решил попробовать сделать себе такой, раз сам компьютер у меня уже есть. Логический анализатор в хозяйстве всегда пригодится. Но если вы зайдете на официальный сайт BeagleBoard.org, вы найдете еще десятки интересных проектов под эти компьютеры. Платки очень популярны за рубежом, так что думаю и нам нужно потихоньку подтягиваться. В итоге, я обзавелся двумя устройствами, от осознания возможностей которых у меня немного разбежались мысли. Синяя версия просто must-have для использования в роботах. Черная версия гиперуниверсальная платформа для любой задачи. 60 портов ввода-вывода это все-таки очень неплохо. Минусом черной платки я бы назвал только наличие всего одного USB порта. В общем, если вам понравились эти платки и у вас есть идеи, куда можно было бы применить эти платки для максимального задействия их возможностей, пишите. А также уточняйте стоимость сроки поставки и скидки на мини-компьютеры BeagleBone Blue и BeagleBone Black Willis на сайте компании Fievel. Мои дальнейшие эксперименты с этими компьютерами я обязательно сниму на камеру и вы их не пропустите, если подпишетесь на наш канал. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал Паяльник ТВ. А с вами был Андрей, пока!